Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». Программа, в которой мы будем говорить о вещах, мало или совсем неизвестных нашим согражданам. Мы будем говорить о православной вере и о жизни православной церкви. Многие из вас наверняка читали в детстве замечательную сказку «Волшебник изумрудного города». Напомню вам, там есть такой эпизод, когда герои идут по дороге и вдруг встречают надпись «Путешественник за поворотом исполнится все твои желания». А эту надпись укрепил людоед. И она была такая привлекательная, что герои повернули за поворот. Уже который год на земле Украины живет беда. Беда, которая, с моей точки зрения, пострашнее, чем инфляция, чем экономический кризис. И называется она «церковный раскол». Это такая ситуация, когда за церковь Христову себя выдают организации, похожие на церковь, но церковью не являющимися. Так вот, как не ошибиться, как не поддаться на обман, не попасть в руки обманщиков, как попасть именно в Христовую церковь. И где эта Христовая церковь на земле Украины? Вот об этом сегодня мы будем говорить с нашими уважаемыми, дорогими нашими гостями, которых я с удовольствием представляю. Это доцент Киевской духовной академии, протеерей, отец Сергей Вейга. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Спасибо. Журналист, медиа-менеджер, режиссер Юрий Молчанов. И наш третий гость – это представители православных приходов Киева и Украины. Начнем мы по традиции, уже у нас есть такая традиция, начнем со слов священного Писания, со слов Евангелия. Пожалуйста, послушайте. Оставьте их. Они слепые вождей слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. От Матфея, 15 глава, 14 стих. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищная. От Матфея, 7 глава, 15 стих. Итак, мы слышали фрагмент Евангелия о лжеучителях, которые, суть волки хищная, применительно к украинской ситуации, церковной ситуации. Кто сегодня эти лжеучителя и эти лжепророки, если говорить именно о нашей, подчеркну, церковной ситуации Украины? Пожалуйста. Ну, видите, Господь наш Иисус Христос еще 2000 лет тому назад предупреждал каждого из нас и свою церковь, кровью которого Господа нашего Иисуса Христа она основалась. Кровью мучеников является утверждение нашей Церкви, основание. Предупреждал о том, что будет. Отвечая на ваш вопрос, нужно понять, что есть исполнительные, а есть заказчики. Безусловно, исполнительными являются те люди, которые представляются как православные христианские священники, которые внешне выглядят точно так же, как и православные священники. Они совершают похожие действия. Но ведь мы не можем говорить о том, что священное действие совершается в силу какого-то действия. Ex opera operatu, говорят на латинском языке. То есть, таинство совершается в силу совершенного действия. Конечно же, нет. В данном случае мы исключаем какие-то духовные моменты, моменты принятия таинства, моменты того, кто совершает это таинство. Конечно же, это люди, которые являются исполнителями. Заказчики всего этого, я думаю, что они сидят не здесь, не в Украине. Это действительно сверхучителя, если использовать терминологию Евангелия. Те люди, которые умышленно желают уничтожить православную церковь. В истории мы знаем, что такие случаи были огромное количество. Когда порой вся православная церковь заключалась в одной только церкви, одной поместной церкви. Все остальные предавали ее. Это было и во времена Ария, это было во времена и так называемого разбойничного собора, который потом был отменен на 4-м вселенском соборе. Во времена иконоборчества. Да еще там далеко ходить. Мы прекрасно знаем историю, которая случилась в 20-е годы, когда те же греки поддержали обновленческий раскол. Они попрали и осудили своего брата, патриарха Тихона, своего собрата. И поддержали тех людей, которые просто-напросто уничтожили все канонические нормы, попрали, вернее, их в своей псевдоорганизации. Я понял. Юрий Николаевич, а вот какие конкретно организации на нашей украинской земле выдают себя за православную церковь, а таковыми не являются? Вы знаете, я бы здесь сейчас дискуссию разделил строго на два направления. Когда мы говорим о церковных конфессиях, деноминациях, объединениях, мы должны понимать, что с точки зрения государства, мы находимся на светском канале, все абсолютно люди перед государством равны, перед законом, поэтому каждый человек имеет право на свое вероисповедание. Будь то мировая религия или еще кто-то зарегистрированный в Минюсте и разрешенный в этой стране. Поэтому я бы хотел, чтобы нас не трактовали, что мы призываем к межрелигиозной какой-то вражде. То есть вот уберем эту возможность у наших оппонентов, поэтому мы говорим, что с точки зрения государства и меня, как гражданина Украины, каждый человек имеет право на свою религию, на свое право исповедовать Бога. А дальше мы уходим уже в религиозную тему. Я как православный христианин уже буду рассуждать несколько иначе. То есть как человек, который находится в светском государстве, в социуме, я утверждаю, каждый из нас имеет право на свою религию. Это право каждого человека. Но как православный, как христианин, я утверждаю, что да, у нас в стране сейчас очень много конфессий, которые, ну, с моей точки зрения, не могут называть себя православными. Поскольку, ну, я не буду говорить, уходи сейчас в каноны рядом со священником, который в этих канонах однозначно разбирается. Мы еще подойдем лучше, чем я. Я скажу с точки зрения элементарной человеческой логики. Я был крещен в сознательном возрасте, в 14-15 лет. Крещен еще во времена Советского Союза. Тогда не было, в общем-то, расколов. Это было еще до 92-го года, когда появился Михаил Денисенко, он же, точнее, тогда был митрополит Филарет, который был растрежен и с точки зрения церковных канонов является Михаилом Денисенко. Не более того. То есть Филарет, по-моему, это имя с него было снято. О какой организации мы сейчас говорим? Первая организация, о которой, значит, мы говорим, из которой все начиналось, это был так называемая Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Киевский Патриархат. Они отпали от церкви, с моей точки зрения. Параллельно существовала Украинская Автокефальная Церковь, которая существовала где-то за рубежом. УАПЦ. УАПЦ. Украинская Автокефальная Православная Церковь. Берем ее в кавычки с точки зрения православных канонов, православной логики. И не берем ее в кавычки с точки зрения государства, которое признает существование религиозного объединения. Ну и так далее. И дальше вот производные, то есть их много. То есть, на самом деле, православные какие-то там появились, УГКЦ, Украинская Греко-католическая церковь, которая подчиняется Ватикану и не является православной церковью, потому что у нее глава Папа Римский, и это уже не может быть по определению православной церковью. Появились какие-то истинные греко-католические, там масса всех. На самом деле, религия это та почва, на которой очень удобно строить различные манипуляции. Подытожив, можно перечитать очень много, все мы вышли в итоге к ПЦУ, то есть православная церковь Украины, так называемая, или святейшая церковь Украины, если говорить языком Томаса непосредственно. Это то объединение людей, религиозное, которое признал пока только Варфоломей, патриарх Константинопольский, который частично признали, частично не признали в Илладской православной церкви, поскольку мы еще не увидели документов, скрепленных подписями всех епископов о том, что признание состоялось. То есть вот эти византийская обтекаемость греков позволила части признать, части не признать. В итоге вот такой набор у нас получился православный. Итак, я просто, Ваше слово, просто подведу небольшую черточку. Киевский патриархат не каноническая, то есть не является Христовой церковью. Они отпали, они отпали, да. Помогут и русской православной церкви, да. У АПЦ не является и ПЦУ не является. А кто же является тогда Христовой церковью на земле Украины, батюшка? Давайте вот назовем нашим зрителем. Единственной церковью православной, которая имеет право учительствовать как церковь, имеет право совершать священодействие, таинство, то есть крестить, венчать, отпевать, рукополагать. Это, безусловно, украинская православная церковь, которую возглавляет блаженнейший митрополит Окуфри. И точка. Точка. Спасибо. Сейчас вот интересный один момент, дорогие друзья. Я недавно получил письмо от своего знакомого, который живет в Германии. Письмо довольно большое, горячее, эмоциональное. Я прочту только маленький кусочек и потом задам вопрос всей нашей аудитории. Он пишет. Ян, я не понимаю, о чем у вас идут споры. Кому-то нравится ходить в Киевский патриархат. Кому-то в новую ПЦУ, получившую Томас от патриарха Варфоломея. Ну и что? Не все ли равно, внимание, где молиться? Цитирую дословно своего хорошего приятеля многолетнего, который сейчас живет далеко от Украины. Обращаюсь сначала к представителям приходов Киева и Украины, нашему третьему гостю. Вы могли бы ответить моему приятелю, почему не все равно, где молиться? Пожалуйста, кто хочет, возьмите слово. Если можно, я тогда. Пожалуйста. Я когда иду, даже просто размышлять логически, если я хочу пойти в магазин фирменный и купить, не знаю, кроссовки Адидас, то я иду в фирменный магазин кроссовки Адидас. Если переходить на более серьезный какой-то уровень, духовный уровень, я не знаю, мне нужны гарантии, что это церковь. Мне нужно понимание, что это церковь. А для людей, которые просто, ну, так сказать, не читают там историю и так далее, просто посмотреть на действия людей, почему от одних агрессия постоянно, а от других призыв к миру. Ну, мне не все равно, то есть мне хочется приходить в храм там, где меня будут призывать к миру. Я и так достаточно агрессивный. Спасибо. 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 Кто-то еще хочет объяснить моему приятелю, почему не все равно, в какую церковь ходить? Тогда мы спросим наших уважаемых гостей отца Сергия Юрия Молчанова, почему не все равно, в какую организацию, называющую себя церковь, ходить? Вот почему? Ну, дам уже мирской тогда ответ для себя. Да, да. Вот в этом вопрос на самом деле хороший, поскольку он распространенный, и в нем есть вот молиться, да? Действительно, вот ваш друг может молиться где угодно, молиться у себя на кухне, у себя в подвале, в храме, на лужайке, в бок везде, не поспоришь. Но, если я не прав, поправьте, церковь это собрание людей во имя веры в Бога, во имя Господа, собрание людей. Я прихожу в церковь не только помолиться. Церковь для меня это институт, это корабль, который мне помогает спастись в этом мире. И если я совершаю ошибки, если я оступился, церковь меня поправляется, следовательно, я ей доверяю. Я прихожу туда со всем своим багажом своего негатива, своих грехов, своих страстей, всей дряни, которая собирается внутри меня. Я прихожу к церкви и говорю, прости Господи, вот я такой. И я жду, соответственно, совета. Вот почему я хожу в церковь, которая называется Украинская православная церковь, в молитвенном соединении с московским патриархатом, представитель которой, блаженнейший митрополит Ануфрий, потому что, не только потому, что я в ней крестился, я в ней чувствую зерно мысли, зерно богословия, зерно благодати, если допустите. Знаете, что я слышу в других конфессиях? ПЦУ. Я внимательно наблюдаю за ПЦУ. С ноября прошлого года, вот я много смотрел, пересмотрел их проповеди. Я очень много уделяю времени мониторингу этой церкви в Ютьюбе, где только можно. Слушайте, я там слышу политические лозунги, я слышу фактически площадные оратории, какие-то реля, релятивы такие. То есть, я слышу выступления людей, которые рассуждают о Путине, о Трампе, о политике, о геополитике, геоэкономике, что угодно. Но, но вопросы, которые интересуют мою душу, я не слышу. Я слышу все, что угодно из-за других конфессий. Но меня ведь интересует, если мне интересна политика, я иду в церковь. У меня есть друзья-политологи, мы часто собираемся в телеэфирах, и я там разбираюсь в политике. Но, в церковь я иду для спасения своей души. Меня интересует благодать, и меня интересует самое главное. В церкви есть любовь, которая многим, кстати, как ни странно, не нравится. Вот, и вот, завершая. Да, да, да. Любовь. Вот, я призываю всех просто обращать внимание. Вот, в проповедях священников, где есть любовь, а где ненависть. Не сложно называть священником человека, который спиной у рта доказывает, что кто-то, 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 будто закопанный в украинские земли. Слушайте, я понимаю, об этом скажет военный, я понимаю, об этом скажет какой-то там общественник, активист, как они любят сейчас говорить, и так далее. Но ты, священник, ты несешь слово Божье. Как ты можешь сеять ненависть? И это я слышу очень часто. По плодам дел узнаете их. Я не вижу там, где-то, вот, действительно, богословий. Я не вижу священников, которому бы я мог прийти на исповедь, сказать, отче, прости, ну, вот, вот, я со всей своей дрянью на твой суд, на твое рассмотрение. Я не вижу просто там элементарного, что должно быть в церкви. Вот поэтому я с этой церковью. И мне плевать, честно говоря, мне плевать на политику. Я не собираюсь исследовать под микроскопом канона православия. Я это ощущаю своей душой. Вот, вот, где-то, может быть, даже на интуитивном уровне. И, в конце концов, это мое право. Я пользуюсь этим правом. Спасибо большое. Спасибо. Какие признаки нам позволяют говорить, вот эта законная церковь, сюда Христос приходит, а сюда не приходит? Обратите внимание, вы говорите о каких-то понятиях, о неких понятиях, таких как признаки или еще что-то. Это хороший, действительно, прекрасный вопрос, но, к сожалению, и, наверное, к счастью, никакого благодатномометра никто еще не изобрел. Его, в принципе, изобрести не представляется возможным. Однако, есть действительно определенные признаки, о которых мы можем говорить. Опять-таки, эти признаки сама церковь выставляет, говорит о них. То есть, она – это своего рода внутренняя инструкция, в каком-то смысле слова. Среди них, например, это апостольская преемственность. Раз. Первое. Непрерывное возложение, рукоположение от апостолов до конкретного епископа. Но. Но. Здесь нужно еще кое-что сказать. Но ведь и Филарет был каноническим бископом. Поэтому церковь оставляет за собой право в ряде случаев некие радикальные меры, но, к сожалению, как правило, это меры реакционные. Когда человек, будучи епископом, монахом, совершает те или иные канонические преступления, в данном случае мы говорим про в прошлом блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Филарета, он совершает определенного рода действия, после чего он лишает себя возможности состоять в клире. Следующее, что можно сказать, это признание других православных церквей. Но. Признание. Опять-таки, но. У нас, по крайней мере, уже одна, ну почти две, то есть полторы церкви. И вполне возможно, что это может, к сожалению, продолжиться, когда ряд других церквей будут признавать и ПЦУ. Поэтому надо быть здесь, можно сказать, этого недостаточно. Но, помимо всего прочего, есть еще и некий здравый смысл. Вот я бы про здравый смысл, может быть, особенно бы сказал. Мы, если мы берем, например, блаженнейшего митрополита Ануфрия, то если исторически действительно просчитать, идет апостольское преемство к тому или иному апостолу. Никаких прещений в отношении этого человека нет. Его признают все, опять-таки, кроме почему-то Константинополя, что он является блаженпредстоятелем украинской православной церкви. Единственным таким человеком является это. Что касается здравого смысла. Вот обратите внимание, я часто говорю такую фразу, что у многих людей есть чувство юмора, оно удивительно, есть некое чувство, может быть, так нельзя говорить в отношении, конечно, Господа. Обратите внимание, кто выбирается предстоятелем вот этой СУП-ЦУ. Выбирается человек, который с виду, может быть, где-то и подпадает под вот эти вот вещи, но это очень важно по поводу вот все-таки логики. Сам Филарет говорит о том, что он никто. Помимо всего прочего, я собираюсь со своим коллегой, который прекрасно сказал все-таки достаточно субъективную вещь, но тем не менее, обратите внимание, как бы ни гнали, ни пытались уничтожить нашу церковь, те люди, которые пытаются уничтожить, тем не менее, она остается. Как только поменялась власть, в ПЦУшных приходов стало меньше, частичные стали возвращаться к нам. Но для меня, например, лично это показательно. Тоже показательно, да. Помимо всего прочего, может быть, это на каком-нибудь, может быть, 10-м или 20-м месте, может быть, это, например, женское монашество. Я понимаю, что я вижу вот ваше удивление в ваших глазах, какое-то женское монашество, да, но в ПЦУ практически нет женского монашества. То есть это реально, если мужчина идет в монастырь, да, там, может быть, кто-то там по поводу армии, кто-то станет священником, кто-то, может быть, еписком и так далее. А в женском монашестве приходится только работать, одна игуменья и работать. И ради такого, так сказать, ради такой церкви особо как-то никто не идет. Я реально не знаю женских монастырей в ПЦУ. Спасибо. Может быть, их есть, но совсем больше много. Потому что, кстати, момент такой субъективный. Я был много на Западной Украине, мы снимали ролики обращения президенту Зеленскому, людей, которые пострадали от этих захватов. Я, ну, тысячу раз ловил себя на мысли. Ну, все, хорошо, окей, давайте заберем вот все эти рассуждения о канонах, о правилах. Но как я могу зайти в храм, когда священник в этот храм заходил через кровопролитие? То есть, разбивая людям лица, проливая кровь через слезы, через страдания женщин, детей, стариков. Сломанные руки, носы. Вот этих ребят в балаклавах, закрытыми лицами, сначала устраивает побоище, ломают кости. И потом священник, ничтоже сумняшится, заходит в этот храм. Совершает якобы бескровную жертву, там, где была пролита кровь. Уберем все условности, элементарная логика. Ну, как вот это можно называть после этого церковью Христовой? Если вопрос о внедрении в черточку, и под первой страничкой, и вот что скажем. Апостольское преемство, о котором говорил отец Сергий, и признание остальными поместными церквами, в полной мере имеет только Украинская Православная Церковь во главе с блаженнейшим митропритом Ануфрием. И для нас, православных людей, и для людей, всех, кто находится в пространстве богословской логики, для нас это Христова Церковь на земле Украины. Давайте посмотрим сейчас на экран это событие в Житомирской области, захват нашего канонического храма. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Меня нисколько не удивляет, что вот структуры, которые не относятся к канонической церкви, себя так ведут. Что там происходит, почему они начинают себя так вести? Я далек достаточно от каких-то эсхатологических мыслей, мыслей о последних временах и так далее. Но Христос об этом предупреждал. Об этом предупреждал, потому что брат восстанет на брата, родители на сыновей своих и на дочерей. Все это будет происходить. Более того, он предупреждал о том, что вы будете гонимы, у вас будут проблемы из-за того, что вы находитесь рядом со мной. Это первое. Второе, что немаловажно, обратите внимание на то, что люди, которые все это организовывают, они очень часто вообще не являются православными. Это или же католики, мусульмане реже, может быть, иудеи, какие-то протестантствующие. Вы поймите, им хоть марсианский патриархат, они в церковь не пойдут, но нужно, чтобы был храм захвачен. Нужно было, чтобы храм захвачен, неважно почему. Помимо всего прочего, вы обратите еще внимание на такую вещь, что ПЦУ не строят храмов. Проще захватить. Зачем что-то строить? Я подчеркиваю, это мое личное наблюдение. Зачем что-то строить и так далее, то лучше взять, захватить и сделать так, чтобы присвоить. Вот так произвести эту операцию. А еще я считаю, что здесь все-таки имеет место быть некая режиссура, которая находится, наверное, даже не в Киеве. И об этом сегодня поговорим. Да, Юрий, пожалуйста. К сожалению, таких роликов, которые мы сейчас увидели, их очень много. Слишком много для такой страны, как Украина. На Западной Украине, в Черновицкой области, в Волынь, Ровенской области, Житомирской области. И, к сожалению, это продолжается и сейчас. В меньшем, намного меньшем масштабе. Первое, на мой взгляд, это последствия совершенно катастрофической ошибки предыдущей власти, когда государство фактически безапелляционно, незаконно вмешивается в церковные дела. Поскольку что движет этими людьми? Часть людей не имеет вообще никакого отношения к религии. То есть это люди, накрученные политикой. То есть есть часть людей срежиссированных. Да, вот эти ребята, особенно если мы говорим о силовом крыле, простите, но они откуда-то берут бензин, чтобы туда приехать. Они чем-то кормят свои семьи и себя. Они получают за это деньги. То есть фактически, де-факто, часть этих людей, особенно силовой блок, это наемники. Вот эти различные всякие там батальоны, которые далеко не все относятся к АТО, далеко не все относятся вообще к событиям на Донбассе. Появились вот эти активисты. Это же тоже все проплаченные люди, и часто за ними стоят совершенно конкретные политики. И вот эти люди накручивают часть людей, которые, в свою очередь, накручены политическими страстями. И им рассказывают, что церковь мусковская, а Москва нам ворох, вот это значит погнали. И люди, не разбираясь, что к чему, экзальтированная толпа, вот то, что называется вот этим термином, они идут и им кажется, что они совершенно искренне вершат правосудие. Вот эти подмена понятий. И государство, допускающее вот такое беззаконие на своей территории, очень сильно рискует. Поскольку, ну кому, как не вам, священнику, знает, к чему приводят религиозные войны, нетерпимость на религиозном грунте. Это страшно. То есть государство может получить не тлеющий конфликт на Донбассе, оно может получить просто огромный костер противостояния, которое вообще потушить, мы знаем на примере мусульман, к чему это может привести. Не приведи Господь. Поэтому вот эти зыбкие пески мы должны понимать, что государство должно занимать жесткую позицию верховенства права. То есть никто не имеет права поднимать руку на другого человека. Да, у нас, вы ПЦУ, стройте, берите, покупайте землю, стройте свои храмы, стройте свои там школы, семинарии. Если у вас хватит на это ума и возможностей, пожалуйста. С точки зрения закона государство должно предоставить... Если будет кому-то доходить. Если Господь, это уже дальше, государство должно создать все условия. Это его обязанность. Оно не имеет права препятствовать. А, вы хорошие христиане, а вы плохие. Нет, государство следит за тем, чтобы не было тоталитарных сект, чтобы не было деструктивных динаминаций, которые действительно влияют разрушительно на человека, и создавая всем условия для благоприятного законопослушного права на реализацию своих религиозных потребностей. Все, точка. Но при этом препятствовать нарушению закона. Поэтому то, что мы сейчас увидели, это не просто религиозная проблема, это не просто церковная проблема, это проблема еще и государства. Слава Богу, сейчас Зеленский выстраивает позицию равноудаленности своей от религиозных конфессий. Дай Бог. Я говорю, это робкая надежда, робкая такая, да? Но дай Бог, чтобы так продолжалось дальше. Я сейчас подчеркну, в захватах никогда не участвует каноническая Украинская Православная Церковь во главе с блаженнейшим Петролитом Ануферем. Только потерпевшая. Мы объявляем, мы только потерпевшие, мы объявляем, что наша цель это спасение во Христе и привести свою пасу, хочет наша церковь, к Хохристу. Кто же участвует в захватах и кто не является по тем признакам, о которых мы в первом блоке говорили, не является канонической Христовой Церковью, участвует ранее всегда Киевский Патриархат во главе с бывшим метаполитом Филаретом, ныне Денисенко, участвовали в меньшей степени, но поддерживали ОАПЦ. И, конечно, участвует сегодня активнейшим образом ПЦУ. Для тех, кто ничего не знает, ПЦУ – это созданная в прошлом году Порошенко и Варфоломеем из Киевского Патриархата и из ОАПЦ некая новая церковная структура. Я утверждаю, это мое личное утверждение, что украинская Павцаланская Церковь, каноническая, является единственной патриотической организацией на территории Украины. Если вы со мной согласны, что мы являемся патриотами, то вот вопрос, почему? По моему мнению, патриот – это человек, который любит свою землю, поддерживает своих ближних. И можно с этой точки зрения сказать, что наша церковь является таковым. Поэтому я согласна. Спасибо, спасибо. Я скажу задушевное. Украинская Православная Церковь является самой патриотичной, потому что она желает гражданам Украины самого большого блага – спасения во Христе и жизни вечной с Ним. Я все-таки добавлю, по поводу патриотизма. Мы что, сепары, да? Сепары нас часто называют, да? Но вот обратите внимательно, что единственная, или может быть одна из немногих, если брать таким светским языком, одна из немногих организаций, которая объединяет всю Украину – это мы. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Алушты – это мы. То есть, понимаете, еще один момент. Мы часто говорим, может быть, это чуть не в тему будет, но тем не менее, про реинтеграцию, про то, что возвращать будем и так далее, и тому подобное. Но как раз-таки на этих территориях, где сейчас все это происходит, известные события, там практически нет киевского патриархата. Там практически его нет. То есть, и здесь рассказывает на ряде телеканалов о том, что как один такой колоритной внешности такой рыженький товарищ рассказывает, что и там полтора миллиона нужно убить. Это наши прихожане. Мы объединяем вот это все. Только наша церковь. Батюшка, вот с точки зрения богословия, да, у нас есть история, у нас есть церковная история, у нас есть церковные предания, каноны. Соответственно, это все уже было в истории у нас. И нам требуется вот сейчас обратиться к Богу, молиться, и, безусловно, по силам защищать свое право, быть наследниками этой истории. И Господь действительно вас управит, потому что в истории это уже ранее было. Так же, как вы нас воодушевите и скажете. И это пройдет, как царь Соломон в свое время сказал. Да, действительно, в истории все это было. И не раз, к сожалению, то, о чем мы говорили в самом начале, Господь предсказывал и обещал, что у Церкви Христовой, у нас, у ее последователей, последователей Господа нашего Иисуса Христа, нас поведут и на суд. Мы будем и убиваемы, мы будем и ненавидимы. И у нас будут, по большому счету, к нам относиться так, как относились и тогда к христианам в первое время. Но в качестве утешения для себя, прежде всего для себя, я не знаю, кому как получится это понять, в душе это осознать, врата ада не одолеют Церковь. И когда даже казалось, что все, как поет Юрий Шевчук, по нулям кислород и бензин, и с кем-то она. Но Господь приводит Церковь, вот этот кораблик, в нужную гавань. Наша задача не философствовать тут особенно по этому поводу, а просто-напросто кораблик в любом случае доплывет до гавани. Вопрос, будем ли мы? Мы будем или на борту, или за бортом. В захлеб рассказывать о том, кто там Сепар, кто там пятая колонна и так далее. Но утопая, лучше все-таки схватиться за этот кораблик и плыть. А он доплывет. Спасибо. Не волнуйтесь. Спасибо. Мало того, ребята, я могу сказать, что, по сути, независимо от того, что, вот как вы относитесь к политическим каким-то моментам, но вы уже гонимы, если вы с Церковью. И это не факт, что вас должны там избивать или гонять, да? Но вы уже гонимы в этом времени. Объясню почему. Потому что вы тратите свои воскресные дни, просыпаясь, идя на немодные службы в храм, будучи вот этими ретроградами. То есть вы не колбаситесь в ночном клубе до шести утра, вау, в этом фестивальном угаре, а к семи утра приползая домой, один глаз здесь, другой там, с перегаром и следами наркотиков на носу, как сейчас это модно. Нет. Вы вместо этого идете и молитесь Богу. А это же сейчас не модно. Вы смотрите на семью традиционно, да, вы, парни, вы влюбляетесь в девушек, дарите им цветы, приглашаете их на свидание, и потом тащите их, предлагаете им идти в ЗАГС и в Церковь венчаться, а не тащите в постель, как это сейчас модно. Вы здесь уже гонимы. Вы не модные. Вы не соответствуете этому времени. Но посмотрим, кто окажется прав там, потом. Когда мы поймем, кто был на борту, а кто за бортом. Поэтому все окей. Нам здесь будет хуже. Чем дальше, тем нам будет хуже. Но в этом и наш выигрыш. Победитель тот, кто побеждает в финале. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо. Господь наш тоже, когда был на земле, он тоже был не в мейстриме, да? А тоже был гоним, да. Подводя итог нашей второй страницы, скажем, что ни Киевский Патриархат, ни ОПЦ, ни возникшие ОПЦУ не являются Христовой Церковью. А следовательно, они не крестят, не венчают, не отпевают наших усопших родителей. Они не являются Церковью Христовой. И посему нельзя туда ходить. И еще и поэтому. Кроме того, что мы просто предаем Христа. А теперь о Томасе. У нашей Церкви есть Томас. Мы получили его в 90-м году. И я хочу, чтобы сейчас о том, что мы, Украинская Прословная Церковь, реально самостоятельная Церковь, услышали из уст нашего предстоятеля. Пожалуйста, давайте послушаем слова Блаженнейшего Ануфрия. Мы самостоятельная Церковь. И те все атрибуты независимости, которые необходимы нам сегодня для служения Богу и народу, мы имеем. У нас есть свой Синод, независимый ни от кого. У нас есть свой Архиерейский Собор, независимый ни от кого. Решения нашего Синода и Архиерейского Собора являются конечными, и никто не может их оспаривать, на них накладывать вето. У нас есть свой Церковный Суд, который является конечной инстанцией. У нас экономическая независимость, административная независимость. У нас все есть свое. А вот теперь поговорим о другом Томасе. В прошлом году Порошенко, Порубей и прочие господа обращаются в Константинополь, Стамбул и просят дать некий Томас украинской церкви. Вот церковь Христова, наша церковь обращалась за Томасом, мы обращались, нас кто-то из властей спрашивал, хотим мы этого Томаса или нет, нового. Ну конечно же, нас никто не спрашивал. Это откровенно политическая игра, политическая, вот в этой конве, которая уже в течение пяти лет имела место быть, происходила и вот эта вот игра в этот Томас. Мы не обращались. Кому дается Томас? Ну если президенту, это странный Томас, гражданам Украины, тоже странный Томас по той простой причине, что количество граждан Украины не соответствует количеству православных верующих. Томас дается уж тем более не Верховная Радь во главе с известным товарищем в прошлом. Конечно же, нет. Томас дается церкви. Более того, что касается Томас, который был получен, все так радовались, переживали, люди даже, особенно бюджетники, их, так сказать, немножко подталкивали к тому, чтобы они поехали на морозе, тогда 15 декабря 2018 года стояли. Кто-то искренне стоял, честно, искренне стоял и радовался, а кто-то уже, так сказать, подогретый определенными жидкостями, тоже стоял на морозе и ждал, пока наконец-то будет объявлено по поводу этого объединительного так называемого собора. Если мы посмотрим на Томаса, вот посмотрите, он очень небольшой документ на самом деле, но там везде четким по белому, черным по белому прописано, прежде всего. Главой церкви является доблаженнейший, но, Епифани в данном случае, но ряд вопросов должны рассматриваться Константинопольский патриархат. Это уже не автокефалия. Само слово автокефалия, говоря, если переводить его не то, что дословно, а как оно поднимается, это иметь источник власти в самой себе. Вот там этого нет. То есть канонически, догматически это раз. Второй момент. Это Киевский патриархат и УАПЦ полностью лишаются своих приходов за границами. А это колоссальный удар по церкви, потому что диаспора во многом, она и поддерживала здесь, в том числе и Киевский патриархат. Это два. То, что мира будет присылаться из Константинополя, ну не вопрос. Это как бы их проблемы, их вопросы. Но, как я уже подчеркиваю, что по ряду пунктов верховенство права остается за Константинополем, естественно, это допустимо быть не может. Вот другой вопрос. А имел ли право по Конституции Порошенко обращаться вообще с подобными инициативами? Первое. Второе. Имел ли право по закону церкви Варфоломей I предоставлять хоть кому-нибудь какую-то там автокефалию, выдавать какие-то томасы об автокефалии на территории Украины? Что касается Конституции Украины, черным по белому вписаны правила сосуществования религиозных организаций и государства. Все, точка. То есть никто из государства не вмешивается в религиозных объединений Украины. Так вот, когда господин Порошенко с Порубьем что-то писали туда вот на фонар, они, ну как два мирянина, да? То есть с таким же успехом мы с вами, Ян Ильич, сейчас закончится наш эфир, напишем бумажку патриарху Варфоломею с просьбой даровать нам еще что-нибудь. Это будет иметь точно такую же легитимность, как и все остальное. Поскольку, ну, прикрываясь там, прикрываясь именем народа. То есть стоп. А вам народ давал на это полномочия? В Конституции этих полномочий у вас нету. Ну, если бы вы провели референдум, допустим, спросили бы народ, а даете ли вы полномочия нам, господам Порубью с Порошенко, обратиться с Челобитной к Стамбул, главному стамбульскому священнику всех православных, да, как они его называют. Тогда, может быть, мы о чем-то разговаривали, но их никто не уполномачивал даже с точки зрения гражданского общества. Поэтому, но с другой стороны, мне, кстати, очень радостно. То есть, поэтому мы понимаем, что документ ничтожен с точки зрения государства. То есть, он ничтожен, не знаю, насколько он ничтожен с точки зрения церковной власти, но мне нравится то, что технологи Порошенко, в один из там какой-то решающих моментов, они продавили, чтобы в Томас была вписана фамилия Порошенко. Ну да, ну понятно. И я практически на 110% убежден, что правоохранительные органы со временем дадут всю оценку деятельности этого персонажа во главе нашего государства. И получится, что Томас был выдан вору, мародеру, негодяю и преступнику, который руководил государством, нарушая кучу законов, за которые он будет нести ответственность в соответствии с законом Украины. И вот тогда, в исторической перспективе, я хочу посмотреть на глаза этих священников, которые получит Томас, благодаря, кстати, там в схеме был же не только Порошенко, там был известный криминальный авторитет по кличке Нарик из Днепропетровска. Ну он-то в Томас не вписан, но в фотографиях он мелькает, будь здоров. Поэтому это еще раз к тому, чтобы православный человек четко ориентировался. Вот тебе маячки. Вот где Христова церковь, а где, мягко говоря, не очень Христова церковь. У меня впечатление, согласитесь вы со мной или нет, что просто для Порошенко это был акт с предвыборной кампанией. Да, для него это был один столпок его убедили, что он получит какие-то 4-5 процентов на выборах президента. И развернулась вот эта вот вахханалия, прошу прощения, томасомания. Ну далее они Томас, а раскол-то преодолен. Они же везде звонили во все колокола, били, что вот Томас объединит украинское православие. Раскол не преодолен. И подобного рода инструментами он преодолен быть, естественно, не может. Вот. Обратите внимание, что как только вот решился вопрос с Томасом, тут же власть начала уже тогда понимать, что ее дни, еще с середины 18-го года, она прекрасно понимала, что ее дни, если не сочтены, то, по крайней мере, очень мало шансов, чтобы все-таки остаться на вторую каденцию. И максимально резко начались захваты храмов. Томас не решил вопроса. Более того, обратите внимание, несмотря на то, что со всех каналов, с разного рода интернет-ресурсов и так далее, на нас лилась постоянно грязь. Что там, понимаешь ли, мы помогаем кому-то, у нас оружие хранится в храмах и так далее, тому подобное. Пятая колонна, все, что можно было. Тем не менее, люди не пошли. Люди не пошли. Епископы не пошло. Пошло полтора епископа всего лишь. Один правящий архиерей и второй настоятель Киевского храма. Все, по большому счету, на этом закончилось. Как не давили, как не вызывали вызову. Вот у меня, например, мой студент, он сейчас на Волыне епископа, викарий одной из епарьев. Он говорит, мы ходили каждый день туда. Мы ходили туда, как на работу. И все равно, батюшки выдержали, народ выдержал. Он стоял, не смотря, еще раз говорю, на разбитые женские руки, на разбитые женские носы, на какие-то обгоревшие, обгоревших людей. Все равно люди остались. И самое главное, вопрос не решился с расколом. Соединились в две, как бы это сказать так, чтобы было правильно, все-таки, ну, две церкви, которые не являются церковью. И это не значит, что получится церковь. Более того, вот прекрасно было сказано, это серьезный клин в мировое православие. Потому что сейчас стоит вопрос у многих православных церквей и предстоятелей, идти как, быть честным, быть честным, или же идти за Константинополем. Эллада, в принципе, вот сейчас частично определилась. Но мы знаем, почему Эллада определилась. Я думаю, все прекрасно знают. Варфоломея первые, сегодня об этом говорилось, долго, годы. Вел себя, как обычный патриарх и говорил, что канонически только наша Украинская Православная Церковь, она канонична. Все говорил правильно. Вдруг с ним что-то происходит. Он издает, выдает неправильные томосы. Он идет на то, что с ним разрывает отношения Русская Православная Церковь, Ефрисийская. Он готов на дальнейшие разрывы. Я задаю вопрос. Компания с Порошенко, компания с Байденом, что этим человеком движет? В отличие от нашей, я это не раз подчеркивал, в отличие от наших, с позволения сказать, политических элит, западные политические элиты уже давным-давно оценили потенциал влияния Церкви вообще, как института на общество, на формирование его идеологии, формирование, если хотите, менталитета, культуры. То есть Церковь – это серьезный идеологический инструмент, крайне серьезный. Так уж сложилось, что после обретения независимости Украины руководили либо выходцы из ЦК КПСС, либо, так сказать, другие, так сказать, квази-элиты, да. И почему-то у нас всегда казалось, что газовая труба – это да, это очень важно. Нефтяная скважина – это гиперважно, да. Вот торговля – это самое главное. А вот гуманитарка – это, знаете, туда-куда-то. Вот образование, религия – это что-то вот. А, там пришли, да, вот НКО, американские там эти грантовые организации, а что, сколько денег предлагают? Ну, давай, пусть занимаются. Ведь так же это было. Вот на протяжении всех почти 30 лет это было именно так. Но американцы, они прекрасно понимают, что такое Церковь, что такое влияние. Они же прекрасно понимают, что именно это идеологический рычаг, который не заменить ничем. Поэтому они и влезали сначала в образование, в школах, программы, толерантность, вот это вот, о чем говорили, да, и так далее, вот куча всего. Ну и Церковь, соответственно. Поэтому, когда мы видим такой вот галлопирующий вдруг интерес американцев к Церкви, они понимают, что пришел момент. То есть они долго выжидали, когда начнется серьезная дестабилизация между Россией и Российской Федерацией Украины по помножеству направлений. Собственно говоря, это интенсифицировалось с Майданом 2014 года. Сейчас о причинах я не буду говорить, но сам факт, да, то есть после 2014 года произошла интенсификация противостояния. Вы, выросшего там, в том числе и военные действия. Но на идеологическом фронте происходит то же самое. Поэтому они прекрасно понимают, что сейчас нужно, то есть идет война с Россией, с Российской Федерацией. Это личные, то есть это проблемы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Это геополитика. Это большая геополитика, но РПЦ как идеологический инструмент является также в сфере интересов американцев. Поэтому их задача влиять там. Оторвать Украинскую Церковь от Русской Православной Церкви, ну, наверное, это серьезный шаг, хотя мы понимаем прекрасно, что между нами есть столько молитвенная связь. Между прочим, никто же не обсуждает, что Епифаний Думенко после награждения орденом Соединенных Штатов Америки рассказывал о том, какая нехорошая Россия и какие нехорошие в Украине сидят люди, которые не дают развиваться ПЦУ, держа в руках. То есть они обвиняют в том, что мы финансируем, хотя ни одной копейки из Украинской Православной Церкви, Русскую Православную Церковь уже давно, с 92-го года не перетекает, но Епифаний Думенко сидит с крестом, который был сделан на фабрике Софрина в Подмосковье, где выпускается большинство церковной утвари, которую носят все священнослужители. То есть он платит деньги в Москву, рассказывает, что мы финансируем терроризм. То есть вот этот вот цинизм колоссальный. Поэтому американцы, они очень хорошо понимают, что такое церковь, и они будут работать. Поскольку это, опять же, они, я думаю, что здесь даже преследуют не столько борьбу с Русской Православной Церковью. Православная Церковь и Русская Православная Церковь в своем большинстве, вот я имею в виду, в том числе с УПЦ и так далее, это серьезное препятствие на пути идеологического одобрения человеческого греха. Потому что они говорят о том, что однополные браки – это демократия, это современный мир, а церковь говорит – это грех. Грех страшный, садомия. Они говорят о том, что, то есть, и куча постулатов, все то, что противоречит христианским нормам морали, мы их открыто осуждаем. В то время, когда Ватикан делает, так сказать, краснею чочки и мягенько отходит в сторонку, ну да, мы не совсем одобрения, ну вот они помалкивают в большей степени. Наши священники выходят в эфир телевидения и говорят – ребята, это плохо, это преступление, это мерзость перед Господом. Что делает либеральная пресса, либеральная общественность? Они говорят – это священник, потому что он сумасшедший. Да ты посмотри на этого Смирнова, что он несет? Не, я понимаю, у каждого священника в проповеди могут быть вещи, с которыми мы не согласны. Могут, можно, но в целом-то суть – зерно. Поэтому, еще раз повторю, православная церковь вообще вот в мировом масштабе, уже уходим от русской православной церкви, от украинской православной церкви, православие в мировом масштабе – это кость в горле на пути либерального оправдания человеческих слабостей, которые христианство называется грехом. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Вачка. Вы что-то хотели давать, пожалуйста. Обратите внимание, наша церковь совместно с русской православной церковью составляем более половины, я могу ошибаться, всех православных церквей, верующих в мире. То есть, всего их 15 таких православных церквей, но русская православная церковь, она почти половина всех православных, куда входит и украинская православная церковь. И поэтому, ну, конечно, чешские земли Словакии, ну, там православных очень мало. Польша – очень мало православных церквей. Албания, ну, сами понимаете, после того, что было в Албании, как церковь вообще выжила в этой стране, это тоже чудо Божье. А мы выжили и развились. И огромное так... Да, болгары, румыны, сербы. Тут, все-таки, слава Богу, церковь там развивается. Но в количественном отношении, конечно же, это украинская православная церковь, русская православная церковь, которые вместе. И понятно, что здесь люди, которые пришли, грантоедовские, от известного человека, мы про Сороса в данном случае говорим, мы прекрасно понимаем, что они будут максимально действовать, чтобы раскачивать здесь, здесь у нас вот эту религиозную карту разыгрывать. В любом случае. Потому что в такой воде намного проще и уйти от ответственности, то, что происходило, а помимо всего прочего, безусловно, навредить и церкви Христовой в том плане, чтобы ее имиджу... Посмотрите, католики едины, там протестанты, ну ладно, такой мусульмане, там еще кто-то. А вы православные, да тут поделились, у нас тут и УАПЦ, и ПЦУ, и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что и геополитический момент, о чем сказал Юрий, он немаловажный. Итак, мы по американцам сказали, ими движут совершенно конкретные геополитические интересы, у них борьба с Россией, борьба с православием, понятно. Вот Варфоломея, он вроде бы канонический патриарх, пока что, пока что, пощекну, пока что. Какой его здесь интерес? Ведь он же совершенно очевидно, что он является объектом давления того же ГАЗДП. Какой его здесь интерес? Что им движет? Он же понимает, что он принимает незаконные решения. Вы знаете, я могу так сказать, это мы понимаем, а я не готов отвечать за человека, как он понимает. Дело в том, что в их понимании каноническое право устроено очень просто. У них действительно есть константинопольский патриарх, патриархат, патриарх, в котором подчинены, вот подчинит епископ Понта, и, короче, всех иноземных держав принадлежат ему. 28-ое, кажется, правило 4-го Вселенского Собора. То есть этот епископ, Константинопольский патриарх, он имеет право на управление ими по той простой причине, что Константинополь и этот епископ являются епископом города-сената и императора. Но Киев не относится к этим городам. А вы знаете, у них по-другому они относятся. Они видят это по-другому, что все-таки, во-первых, надо честно сказать, они считают, что они принесли сюда православие. Мы их церковь-дочь, и это логично, это нормально. Да, мы от них восприняли, да, там, Преселкин в 19-м году, в 19-м, вернее, веке говорил, что мы там, Батболгар, как-то, можно быть, с ним связано. Это естественно, что мы от них. Но, мне кажется, еще такое, кажется, очень простой взгляд, может быть, очень простой, примитивный, но чисто человеческая гордыня. Вот я имею право делать то, я не тварь дрожащая. Я имею право сделать. Помимо давления Госдепа, может быть, кто-то скажет деньги, все что угодно. Я выскажу свое мнение, как вот священнослужитель. Я не тварь дрожащая, я имею право. Я имею право влезть в эту страну и как-то сделать так, как мне кажется правильно, понимая, какую беду я несу. 300 лет канонически решением Константинопольского подрядка. А теперь вот так хотим. Я слово взял, слово взял, отдал. Ну да, это все равно, что мы сейчас отменим результаты Куликовской битвы. Так вот он менил решение 300-летней давности. Да, пожалуйста, еще одно наблюдение. Наблюдая за одним телеграм-каналом, правблог, очень интересные, любопытные авторы, которые просто наблюдают и сопоставляют факты. Диалог с католиками. После всей этой истории, после Томаса с ПЦУ, очень серьезно интенсифицировались контакты Епифания Думенко с Святославом Шевчуком. Прозвучали даже некоторые такие, может быть, это в порыве благочестия, но некоторые фразы о улучшении диалога, о сближении, что позволяет на основе и других контактов, в том числе и Варфоломея с нынешним папой Франциском, говорить о том, что идет какой-то процесс очень серьезного сближения Рима и Фонара. И вот если посмотреть на этот вопрос с точки зрения вот этого экуменического диалога, в принципе, такая логика, ее тоже я бы не стал сейчас отбрасывать. Поскольку ПЦУ как раз, если допустить, сейчас говорю о теоретических схемах, возможно, даже они больше политологические, нежели религиозные. Если допустить слияние ПЦУ, либо объединение, либо каким-то образом сближение такого резкого ПЦУ и украинских грекокатоликов, а они, как известно, подчинены напрямую Ватикану и Папе Римскому, то можно говорить о том, что это может стать первым прецедентом, когда пусть даже квази, но православная структура будет поглощена католиками и впоследствии под этот прецедент можно будет подстроить другие проблемные участки мирового православия, имея в виду Македонию, Албанию, где также есть непризнанные квази-православные религиозные линии. Юрий Николаевич, это очень интересный вопрос, может быть, мы когда-нибудь отдельно сделаем об этом программу. Итак, Томас от Варфоломея, ненастоящий, и никакого у врачевания раскола не произошло, появилась новая еще одна структура, теперь филаретовцы с ними еще там дерутся. Они раскололись еще больше. Было ОПЦ и КП, а теперь еще появилось ПЦУ, и они между собой там дерутся. Никакого у врачевания раскола не произошло, ложь. Второе. Для Запада Украина это действительно такой плацдарм, на котором опробуются различные вещи в либеральном плане и идеологическом, и геополитические вещи. Это, прежде всего, установление, создание фактически новой цивилизации антирусской, давайте проговорить все до конца. И, наконец, третье, что сказал сегодня Юрий Молчанов. Это очень интересный вопрос, может быть, вы сейчас его не прочувствуете. Здесь, возможно, а я с этим совершенно согласен, делается попытка ликвидации православия. Через Варфоломея I начать движение сближения с католиками, объединению и фактически под эгидой Папы покончить с православием на землях Украины. Вот какие процессы задействованы в том, что мы называем так скромно украинский церковный кризис. Я прошу, если в нашей студии есть вопрос, с удовольствием наши гости ответят. Пожалуйста. Ну, сначала я хотел бы ответить на вопрос, который задавали, что движет Патриархом Фоломеем. Я, конечно, могу только предполагать, но я думаю, комплексы, вы знаете. Вот он Вселенский Патриарх, он очень крутой и замечательный, но при этом, когда идет на массу, он просто замолкает со своей братьей на пару минут. И потом опять он Вселенский Всекосмический Патриарх, понимаете, который раздает всем Томаса и присылает, на мой взгляд, то, что он написал блаженшему нашему предстоятелю, это было как-то даже хамство, что ли. Вот. А вопрос, в принципе, как вы считаете, какое может быть развитие у этого всего? То есть, насколько греки поддерживают своего Патриарха? Смотрите, я бы так и следующим образом ответил. Дело в том, что греки очень давят на грекоговорящие церкви посредством того, что, посмотрите, вы же осколки Византии. Вы же, это Эллада, это Кипр, это Александрия, как ни странно, да, достаточно близкие отношения, хорошие отношения их Патриарха с Блаженнейшим. Им забрасывают, что вы же греки, вы не патриоты. Вы не патриоты Великой Византии, которая была, поэтому вы должны поддержать. Вот и не случайно сейчас и кипрский предстоятель какие-то вещи стал говорить. Эллада первая, кто была. Что может быть дальше? Лучше, мне даже страшно об этом говорить, мне как священнослужителю, ну это реально своя, своя физическая, можно сказать, боль. Это реальный раскол внутри самого православия. Не на уровне того, как было, например, в 17 веке у нас в Украине. Не на уровне, как, может быть, было, опять же, например, в московском государстве в 16 веке и в 17 старобрячество. Нет, а на уровне вселенском, когда перед людьми, перед предстоятиями, перед церковью будет конкретный выбор. Или же быть с правдой, или же быть с первым среди равных. Дорогие друзья, я благодарю всех участников нашей встречи, нашей беседы. Надеюсь, что наша встреча была не бесполезной. Напомню вам, есть такая бытовая реклама. Она начинается словами «остерегайтесь подделки». Так вот, переводя разговор в церковную плоскость, нужно остерегаться подделок под церковь Христову. Остерегаться тех, кто вас заманивает, называя себя церковью Христовой, а таковыми эти люди не являются, они не являются православными христианами. Почему это опасно? Мы сегодня уже об этом говорили. Там нет встречи с Богом, там нет реальных таинств, человек там не спасается. Раскольники закрывают путь в Царство Небесное. Вот в чем их главное преступление. Земля, на которой происходят подобные вещи, если ее народ поддерживает подобные процессы раскольнические, то этот народ отвечает, как правило, скорбями. И мы должны это тоже помнить. И третье, последнее. Важно сохранить верность канонической церкви и, соответственно, сохранить верность Господу Иисусу Христу. А Он, как владыка мира, своих верных, тех, кто Ему сохранил верность, Он никогда не оставляет. Вот на этой ноте, на этом уповании будем прощаться. Спасибо за внимание и до новых встреч в программе «Лестница в небо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова